В эфире новости о главном расскажу вам я, Анна Неченко. Здравствуйте. Один украинский военный ранен за минувшие сутки на Донбассе. Это произошло в районе села Водяное на Мариупольском направлении, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Матузианик. Боевики применили стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Под вражеский обстрел попали Гранитное, Водяное, Марьинка, Толоковка и Павлополь. По широке на террористы выпустили 8 мин. Стреляют и на Донецком направлении. Там боевики один раз применили тяжелое вооружение вблизи Авдеевки. Также под обстрел попали украинские позиции в Горловке, Новгородском и Верхнеторецком. На Луганском направлении боевики совершали провокации в районе Новозвановки преимущественно из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов и один раз из зенитной установки. Также враг выпустил одну мину из миномета 120-го калибра, что запрещено минскими договоренностями. Еще одна провокация произошла у Попасной, которая длилась одну минуту. Всего на Луганском направлении боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. После военных учений боевики 1-го и 2-го армейского корпусов признали уровень своего обеспечения недостаточным касательно личного состава, техники и вооружения, сообщила украинская разведка. Накануне Россия закончила масштабное учение «Кавказ-2016». Усиленные тренировки прекратили и наемники. РФ запланировала ротацию боевиков в район Коминтерного и снова привезла им технику. Заехали пять платформ, два танка, столько же градов, шесть цистерн с топливом. По данным разведки, террористы теряют мотивацию воевать против украинских военных, боятся криминальной ответственности, поэтому все чаще сдаются в плен. Те, кто это делают, рассказывают о присутствии кадровых российских военных на оккупированных территориях Донбасса. По фото узнают своих командиров, штатных сотрудников подразделений вооруженных сил РФ. Награда за мужество и героизм. Танкист капитан Александр Лавренко удостоен золотой звезды, героя Украины посмертно. Сегодня президент Петр Порошенко подписал указ о его награждении. 21 июля 2014 года в боях за поселок Пески экипаж танка во главе с Лавренко ценой жизни сорвал контратаку боевиков на только что занятые позиции украинских военных. Когда поступила информация о начале наступления, он одним из первых выдвинулся на вероятный рубеж. Боевики открыли по украинскому танку огонь из гранатометов, пулеметов и автоматов. Уклоняясь, машина попала на мощный фугас. Тяжело раненый Лавренко не сдался врагу и не допустил захват танка, подорвав себя в боевой машине вместе с погибшим экипажем. Крымчан работников бюджетной сферы обязывают идти на российские выборы 18 сентября. Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе. Зафиксировали уже несколько обращений по этому поводу. Как заявил зампредседателя Меджилиса Ильмиумеров, большинство крымских татар не будут голосовать на выборах в Госдуму РФ. А организация выборов на оккупированных территориях приведет к тому, что голосование в России придется признать недействительным. Ранее председатель Меджилиса Ильмиумеров призвал жителей Крыма бойкотировать российские выборы. Украинский МИД выразил протест из-за предстоящего голосования на аннексированном полуострове. На сегодня у нас есть несколько обращений людей, которые работают на госпредприятиях. И они отмечают, что руководство уже обращалось к нескольким компаниям. По словам руководства, люди обязаны идти на эти выборы. Если кто-то на них не явится, будет давать объяснение об отсутствии. На сегодняшний день у нас обращения только граждан, поэтому мы будем собирать как можно больше фактов, подтверждающих это. Не ошибиться в выборе будущей профессии. Минобразование запускает проект, который поможет старшеклассникам узнать, в какой сфере они могут достигнуть высот. А расскажет школьникам об этом компьютерная программа. Как она работает – далее в сюжете. Почти 80% украинских выпускников не знают, кем они хотят стать. И только один из 10 взрослых украинцев признает, что работает по призванию. В Минобразование хотят, чтобы к выбору профессии подходили ответственно. Что, кроме прочего, позволит рационально использовать бюджетные деньги. Каждый ребенок имеет искру Божью. Неталантливых детей не бывает. У каждого ребенка свойственный только ему талант. И один может работать суперпрограммистом, а другой – суперофициантом или суперводителем троллейбуса. И будет каждый день получать удовольствие и самореализовываться. Конечно, он будет профессионалом. И, конечно, он будет получать высокую зарплату. Чтобы определиться с будущей профессией было проще, эксперты Академии педагогических наук разработали компьютерную программу «Абитуриент». Она на основе сложной математической модели определяет, в какой сфере школьник будет наиболее успешен. Методология нашего подхода – это системный подход. То есть мы в данном случае осуществляем трехсторонние исследования личности. Первое – это исследование мотивационной структуры, интересы, склонности, ценности. Второе – исследование структуры задатков и способностей. И третье – исследование характерологических особенностей. В основе программы те же психологические тесты. Нужно, например, выбрать между профессиями кассира и астрофизика, решить ряд логических задач или рассказать, как поведешь себя в той или иной ситуации. На все уходит полтора часа. Результаты описаны на 15 страницах текста. Здесь и подходящие специальности, и советы по саморазвитию. Педагоги уверены – они помогут детям раскрыть таланты и даже смогут кардинально повлиять на выбор профессии. Хотя мы и изучаем углубленно математику, физику, информатику, химию, биологию, у нас есть и такое направление. Но если ребенок одаренный, то он одаренный, как правило, во всем. И у нас есть дети, которые прекрасно рисуют, танцуют, поют. И если их немного поддержать, теоретически обосновать, что они могут реализоваться, они прислушаются. Пока проект запускают в тестовом режиме в нескольких школах Киева. В случае успеха его распространят по всей Украине. Юлия Крючкова, Максим Кондратенко, UATV. Его творения помнят и любят поколения детей. А мультфильм «Жил-был пес», созданный по мотивам украинской народной сказки, знают во многих странах. На 75-м году жизни скачался советский мультипликатор Эдуард Назаров. Он много лет возглавлял международный фестиваль анимации «Крок». Часть его работ стала классикой «Охота, путешествие муравья» Мартынкиным. Все они были отмечены наградами престижных кинофестивалей. Назаров также работал над созданием Винни-Пуха. В культовом мультфильме «Жил-был пес» звучат украинские народные песни, записанные исполнителями из Полтавщины. Там на горе, ой, там на груди, ой, там светила пора. А ты б так и заспеваешь. Самый древний деревянный храм Киевщины. Целебный источник, украинский быт 17 века и 100-летняя вышивка на современных костюмах. Все это сохранило старинное село Даниловка на Киевщине. Ему исполнилось 778 лет. Достопримечательность видела и команда ЮИТВ. За 45 километров от столицы на перекрестке трех дорог начинается старинное село Даниловка. Названо в честь князя Данила Галицкого. Он в первой половине 13 века соорудил здесь крепость, чтобы защитить Киев от татаро-монгольского нашествия. Сегодня тут освещают крест, оберег села. Историю, традиции и обряды села хранит этот двор. Тут и колодец журавль, и трехсотлетняя хата, тын и даже пасека. Гостей любезно встречает Любовь Ивановна. Она основала этот музей древностей. Это старинная хата. Мы старались показать жизнь наших предков, быт украинской семьи. Вот сейчас мы на крылечке хаты. Здесь всегда хранили лекарственные травы. Эта комната воссоздает быт украинской семьи 17-18 века. Здесь есть печь, плетеная колыбель, сундук с приданным, большой стол. И самое святое место в хате – красный угол. Собраны здесь и вышиванки из разных регионов Украины. Все экспонаты принесли жители села. Вот этот образ вишневый Васильковского района. Вы видите розы. Это сорочка-вышиванка. Юбка вишневая, вышитый фартук и, конечно, корсетка. И ожерелье. Старинные узоры региона на современных костюмах вышивает Ольга Павловна. Она руководитель местного фольклорного ансамбля «Джирело». Для всех участников собственноручно вышила сорочки. Каждая неповторима. Эта рубашка на мне, она вышита с рубашки, которой сто лет. Я с нее взяла узор. На его основе расшила сорочки всему коллективу. Вышивала где-то полтора года, может и больше. Рядом с Даниловкой в начале 14 века был скит – уединенное поселение монахов. От него и название села – Липовый скиток. Здесь сохранился самый старинный деревянный храм Киевщины – Ануфриевская церковь. Построили 300 лет назад. Неподалеку есть колодец с целебной водой. Целебный источник. В принципе, любой колодец, где освещается вода – целебный. Но этот ценный тем, что его выкопали монахи. Есть свидетельство, что люди, которые пили эту воду, исцелялись от онкозаболеваний. Кстати, на этом месте читали стихи Тарас Шевченко и Леся Украинка. Знатные люди также приезжали в село на ярмарку. Ее два раза в год проводили монахи. В будущем здесь планируют возобновить эту традицию. Ведь селу есть, что предложить гостям. Олеся Гурбик, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. В этом выпуске «Точка». Готовим следующий. Увидимся.